Добрый вечер! Вы смотрите новости ТВК в студии Екатерина Лукашенко. Сегодня понедельник, 23 февраля. И сейчас главные темы этого дня. День защитника Отечества. Как красноярцы сегодня отмечали мужской праздник. Служили вместе и встретились спустя 70 лет. Трогательная история о дружбе сослуживцев. Один из крупнейших поставщиков яиц на красноярском рынке закрыл торговые точки. Миссия выполнима. Во второй части выпуска расскажем, где заплатить за капитальный ремонт без комиссии. И начинаем выпуск. В Красноярске снят режим черного неба. Напомню, о неблагоприятных метеоусловиях было объявлено вечером в пятницу. Нормализоваться воздух в городе по подсчетам специалистов должен был сегодня во второй половине дня. Объявлений о том, что режим необходимо продлить, как нам пояснили в МЧС и в Среднесибирскому ГМС по краю, к ним не поступало. Однако, несмотря на то, что официальный режим черного неба не продлен, красноярцы продолжают жаловаться на смог и неприятный запах на улицах города. А уже в третьей части выпуска смотрите подробный прогноз погоды на эту неделю от нашего внештатного синоптика Ивана Гордеева, который расскажет, когда в Красноярск придет весенняя погода. Но никакие метеоусловия или погодные катаклизмы не могут испортить праздник настоящему мужчине. Особенно в День защитника Отечества. Именно его сегодня отмечают представители сильной половины человечества по всей стране. О том, как совершенно по-разному красноярцы празднуют 23 февраля, расскажем в следующем сюжете. Под марш прощания славянки и в парадной форме 23 февраля именно в этом году уже современное поколение защитников Отечества запомнит надолго. На мемориале победы возобновили традицию первого коровула. Ежедневно у вечного огня будут дежурить воспитанники военных училищ города. У Алексея Калмакова сегодня ответственная миссия. Именно он, как преподаватель и отец, воспитывает молодое поколение. Уверен, что День защитника Отечества важно отмечать именно так. Утро началось с того, что мои сыновья поздравили меня с Днем защитника Отечества. Вручили подарки, поздравительные открытки, которые сделали сами. Ребятишек своих привел сюда с далеким прицелом, что через несколько лет, может быть, им повезет, и они будут так же нести вахту, как сегодняшние кадеты. Немного иначе 23 февраля решили отпраздновать любители отдыха на природе. На базах под Красноярском практически нет свободных мест, даже несмотря на то, что многие с утра работали, да и на улице прохладно. Все потому, что сложно придумать для мужчины лучшего подарка, чем мясо, приготовленное на огне. Я поздравил всех своих родственников, отца, брата, которые служили. Я сегодня работал и освободился ближе, так сказать, к обеду. И вот поехал. Ну, для меня это, в принципе, праздник с детства. День защитника Отечества – серьезное дело. Совсем иначе встречают этот день женщины и девушки. Настоящих защитников поздравляют с самого утра. Но вот некоторые и сами готовы принимать подарки. Татьяна Прокопьева появилась на свет, как раз когда отец отмечал 23 февраля. Поздравляю своих близких людей. Вот, своего папу, своего брата, своего любимого человека. Но все равно же все поздравляют меня. Просто когда я родилась, у меня мама родила ребенка, и папа отмечал с друзьями. Папа собирался с друзьями, они сидели и отмечали это. И ему позвонили или как-то сообщили, что, говорит, Серега, мы поздравляем, у тебя родился ребенок. Ближе к концу дня красноярских защитников ждали еще одни истинно мужские развлечения. На набережной в районе Центрального парка организовали небольшую выставку техники и соревнования по мотокроссу среди молодежи. После этого большинство мужчин отправятся отдыхать домой, ведь уже завтра нужно выходить на работу и защищать Отечество. Захар Письменник, Виталий Суботин, Новости ТВК. А как вы сегодня поздравляли мужчин с праздником, какие подарки дарили, или если вы мужчина, как поздравили вас? В целом, ваше отношение к этому празднику. В том числе эту тему мы будем сегодня обсуждать в 20.45. Ваши ответы и мнения мы принимаем по телефону, номер которого 265-45-00, и по СМС номер 9020 с пометкой ТВК пробел. И далее ваш текст. И в канун Дня защитника Отечества удалось встретиться двум ветеранам Великой Отечественной войны, которые вместе сражались, но не были знакомы. Трофим Мошкин и Владимир Смоляков воевали бок о бок на одном Карело-Финском фронте. Они прошли всю Великую Отечественную войну и готовы долго рассказывать о своих почетных наградах. При этом фронтовики не были знакомы друг с другом. О том, что они воевали на одном фронте, узнала одна из социальных работников. Она и организовала эту встречу при поддержке администрации города. Довольные тем, что нашли друг друга, ветераны делились воспоминаниями тех лет. Война есть война. И она требует много-много труда. И там совершаются не подвиги, как это все требуют от нас рассказать какие-либо подвиги. И еще что-то. Это великий труд. Меня удивляло вот что. Думаю, откуда берутся люди? На фронт каждый день все идут, идут колонны. Думаю, ну, а с фронта везут раненых, а убитые, конечно, там остается. Русская масленица в итальянском заведении. Женщина приготовила очень пористые и воздушные блинчики, что является высшим мастерством среди кулинаров. Победительница раскрыла секрет своего приготовления. Тесто для блинов она разбавляет кипятком. К слову, как отмечают профессионалы, подобных хитростей в приготовлении блинов множество. У каждого свой рецепт, и он по-своему вкусный, как бы, каждому. Кто-то делает со сливками взбитыми, кто-то с белком взбитым делает, кто-то там на сале жарит, кто-то на масле. Кто как что вообще, кто выдумывает, кто луковицу в масло макает, смазывает там. То есть разные рецепты есть. Кто-то приходит со своими сковородами. Традиционно после масленичной недели для верующих начинается Великий пост. В этом году он продлится с 23 февраля по 11 апреля. В этот период православные христиане готовятся к празднованию Пасхи. Великий пост установлен в память о том, что Христос постился в пустыне 40 лет. Все это время верующие воздерживаются от приема некоторой пищи. С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную недели. Например, сегодня, в чистый понедельник, принято полностью воздерживаться от еды. В остальное время, в понедельник, среда, пятница, сухоедение. Разрешаются вода, хлеб, фрукты, овощи и компоты. В вторник, в четверг горячая пища без масла. В субботу, в воскресенье пища с растительным маслом. Рыба разрешается в Благовещение при Святой Богородице 7 апреля. И в вербное воскресенье, которое в этом году выпадает на 5 апреля. Но, как говорят священнослужители, пост это прежде всего духовное воздержание. Очищение своих мыслей, освобождение от сквернословия, осуждения и лжи. Без всего этого пост становится просто диетой. Напомню, завершится Великий пост 11 апреля. А уже 12 числа начинается Пасха. Главный праздник для верующих христиан. И хотя до Пасхи еще далеко, некоторые красноярцы уже ощутили дефицит яиц. По городу закрыты павильоны одного из крупных красноярских производителей куриного яйца «Балахтинская». Бархатинская, прошу прощения. Например, на Енисейском рынке торговая палатка, где раньше продавали яйца, стоит с вывеской «закрыто». Причем товар на прилавке выставлен как на продажу. Ценники не сняты. Но только для посетителей вход закрыт. Временная ли это мера или постоянная, информации на павильоне нет. Как говорят покупатели, в этой торговой точке куриное яйцо стоило гораздо дешевле. Теперь же из-за закрытия павильона в соседней лавке, где продают яйца, стали образовываться большие очереди. Люди толпятся на улице, ожидая своей очередности, потому что внутри точки всем не хватает места. А заметили ли вы дефицит какой-либо продукции, звоните нам по номеру 265-45-00 или пишите смс номер 9020. Пока небольшой блок полезной информации. После продолжим. Оставайтесь с нами. Плачу за свой и за чужой ремонт. Некоторые красноярцы получают квитанции за капремонт суммой в пять раз превышающую ту, которую они должны платить. Строгая дисциплина для покупателей. В одном из супермаркетов берут плату за тележки для покупок, чтобы их возвращали обратно. Мы продолжаем выпуск. Экстренная посадка. Самолет Красноярск-Душанбэ вернулся в аэропорт из-за неисправности, сообщает издание РИА Новости. В субботу самолет, который вылетел из Красноярска в Душанбэ вернулся обратно. По предварительным данным на борту самолета находились 23 пассажира и 6 членов экипажа. У авиалайнера сработали датчики неисправности системы кондиционирования. Боинг совершил несколько кругов над аэропортом, вырабатывая топливо и благополучно приземлился в Емельяново. Пассажиров разместили в гостинице уже сегодня. Они должны были отправиться в Душанбэ другим бортом. Мощная лавина обрушилась на федеральную трассу М-54, которая соединяет юг Красноярского края с Тувой. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на краевое МЧС. Сход лавины произошел на 601-м километре автодороги Красноярск-Кызыл в минувшую субботу. Погибших и пострадавших нет. В этом месте находится самый опасный участок трассы, который нависает над пропастью. В прошлом году там завершилось строительство противоловинной галереи, которая и защитила путешественников от схода снежной массы. По данным специалистов, причиной обвала стала теплая погода. А я напомню, в 20.45 мы общаемся с вами в прямом эфире. Звонки принимаем мы уже сейчас. Номер 265-45-00. И свои мнения можно высказывать по СМС. Номер 90-20. Пока же выпуск продолжаем. Один за всех и все за одного. Примерно по такому принципу вынуждены оплачивать взнос за капитальный ремонт жители пятиэтажки на улице Корнетова. Дом поделен на секции. В каждом блоке по пять квартир. Однако люди уже не первый месяц получают платежки, где указана сумма взноса не за их собственные квадратные метры, а за общую площадь секции. Выходит, что каждый житель секционки должен платить за капремонт в пятикратном размере. Красноярцы сообщают, предоставили фонд капитального ремонта реальный метраж своей жилплощади. Но ситуация не изменилась. Одни владельцы квартир и дальше продолжают получать платежки, где их жилплощадь превышена в пять раз. Другие же и вовсе не понимают, откуда взялись цифры в квитанциях. Вот у меня, допустим, 19,2. А платить нужно за 106 квадратов. Здесь пять комнат и все должны по 106 квадратов платить. Это же неправильно. Не знаю, куда обращаться уже больше. То есть если там ничего, то я не знаю, куда обращаться. Мы принесли вот последнюю квитанцию уже квадраты разделенные. Да, неполная сумма квадратов. Но квадраты указаны неверно. У меня квадраты в 14,7 площадь. Мне указывают 19,5. И опять же, на 19,5 посчитана сумма неверно. Выходит, по моим подсчетам, 122 рубля. А здесь написано 552. Откуда взята эта сумма? Непонятно ничего. А если метры в квитанции указаны правильно, как за них заплатить? Этот вопрос, с которым к нам в редакцию всю прошлую неделю обращались красноярцы. Люди жалуются, не могут оплатить капитальный ремонт в почтовых отделениях, а также в офисах Сбербанка и других терминалах. Платеж либо не принимают, либо за него снимается комиссия более 30 рублей. Мы связались с Красноярск энергосбытом. Именно они заключали договор со всеми компаниями, принимающими взносы за капремонт. Там пояснили, что комиссию могут брать только в том случае, если дом заключил договор самостоятельно и кладет деньги на спецсчет. И, возможно, многие люди просто еще не в курсе, что платят не в фонд регионального оператора, а на личный счет дома. Также в энергосбыте предположили, не во всех платежках успели установить новую систему оплаты. Компания обещает разобраться в каждом конкретном случае. Но для этого красноярцам необходимо самостоятельно обратиться в энергосбыт. Сделать это можно через сайт компании в интернете, а также позвонить или прийти лично. В Верхкрасноярске на этой неделе можно выгодно купить продукты от производителей. Меньше чем через 7 минут прогноз погоды от нашего синоптика. Придет ли к нам весна на этой неделе? Вы смотрите новости ТВК. Я напомню, в 20.45 мы общаемся с вами в прямом эфире. Сегодня обсуждаем праздник, День Дня Защитника Отечества. Как отметили этот праздник вы? Вы можете нам звонить по телефону 265-45-00 или присылать СМС-сообщение номер 90-20. Также мы спрашиваем у вас, какие дефицит продуктов, каких вы заметили или не заметили. Ждем ваши СМС-сообщения и звонки. Пока выпуск продолжаем. В Лос-Анджелесе прошла 87-я церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом был призван Бёрдман Алекандро Иньяриту. К слову, это и лидер церемонии по числу и весу полученных премий. Бёрдман выиграл в четырех главных номинациях. Лучший фильм, лучший режиссура, лучший оператор и лучший оригинальный сценарий. Но остался без награды российский фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева. Картина была выдвинута в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Статуэтку в этой номинации получил польский фильм «Ида» Павла Павликовского. И к местным темам. Верни на место или потеряешь деньги. В одном из красноярских гипермаркетов воспользоваться тележками для покупок можно только оставив денежный залог в размере 10 рублей. К слову, плата за такую аренду автоматически возвращается покупателю, как только он ставит тележку в нужное место и пристегивает обратно. В гипермаркете пояснили, ввели новую систему пользования для того, чтобы приучить наших жителей к порядку. Большинство людей после того, как совершат покупки, бросают тележки на проезжие части, а то и вовсе забирают их себе. А символическая плата психологически настраивает людей вернуть тележку на место, чтобы не потерять деньги. Многие покупатели за несколько недель одобрили нововведение и отмечают. Это очень по-европейски. Сделано в Акее точно так же, как по типу супермаркетов в Европе. Таким образом, чтобы взять тележку, нужно вставить там евро, у нас 10 рублей одной монеткой. Тележка отцепляется, вы можете ее брать. После того, как вы совершили покупки, вы возвращаете тележку обратно, и когда ее защелкиваете, монетка вам возвращается. Скорее всего, связано с тем, что люди их воруют или, например, оставляют их на проезжей части, на парковке. Это очень неудобно, потому что часто тележки мешают припарковать машину. А так, вроде бы, хочется получить свои 10 рублей обратно, и ты обязательно ее припаркуешь. Где на этой неделе можно выгодно купить продукты от производителей, а также как стать участником лыжной гонки, расскажем прямо сейчас в рубрике «Потребительские новости». Партнер проекта – православный магазин «Фавор». Душевные подарки к любому празднику. 26 февраля в железнодорожном районе красноярцы смогут сделать выгодные продовольственные покупки. На территории парка имени Юрия Гагарина местные товаропроизводители представят мясную, рыбную, молочную продукцию, сыры, мед и сувениры. Там же посетители смогут отведать свежего плова. Ярмарка начнется в 4 часа дня, а ближе к вечеру перейдет в настоящий праздник. С танцами и музыкой в 19.00 в парке начнется фестиваль любителей фигурного катания «Танцуй на льду». На лыжном стадионе «Ветлужанка» 28 февраля в 9 утра начнется 30-я юбилейная лыжная гонка «Преодолей себя». Предние участия могут все желающие не моложе 16 лет. Дистанция гонки внушительная – 25 километров. А потому организаторы отмечают, осилить лыжную трассу может лишь физически подготовленный человек. За первые места отдельно среди мужчин и женщин обещают вручить денежные сертификаты в размере 10 тысяч рублей. Все остальные участники гонки получат медали и грамоты. На выходные в Краснодарске пройдет арт-базар. По традиции мероприятие проводится на Каменке по адресу Академика Павлова, 21. Хендмейнеры представят гостям подборку подарков ручной работы, а также проведут полезные мастер-классы. Арт-базар откроется 28 февраля в час дня и завершится в первый день весны в 5 часов вечера. На правобережье несколько дней назад появилась реклама весьма пикантной потребительской услуги. На баннере в районе кольца предмостной площади изображена полуголая девушка, которая призывает испытать блаженство в салоне эротического массажа. Маловероятно, что установка является законной. Баннер просто прикреплен проволокой к старому заброшенному автомобилю. К тому же на плакате нет никакой информации, кто именно разместил такую рекламу. Изначально баннер был виден со стороны кольца, но уже позже его развернули в другую сторону. Замечу, это уже не первый случай, когда практически в центре города появляются баннеры, косвенно намекающие на интимные услуги. Вот только чтобы привлечь к ответственности организаторов публичного дома, нужно написать жалобу либо в полицию, либо в антимонопольную службу. Без этого правоохранительные органы не могут начать проверку. А вот когда в Красноярск придет тепло, расскажет прямо сейчас специалист гидрометеоцентра Иван Гордеев. Он сейчас на прямой связи со студией. Иван, добрый вечер, с праздником вам. Вас, вам слово. Спасибо. Добрый вечер. Погода сейчас над нами определяет обширный сибирский антициклон. Именно из-за него ясно и так умеренно морозно. Но с запада его уже теснит небольшой, но очень настырный циклон. И вот как раз с ним и идет потепление. Сегодня ночь, правда, еще довольно холодная, около минус 20. Завтра днем воздух прогреется до минус 10. Ну а в среду днем еще теплее, около минус 5. И вот этот циклон будет проходить по всей нашей территории с четверга по конец недели. И в это время температура в ночные часы в городе ожидается около минус 10. И в дневное время слабо отрицательные значения. Начнутся небольшие осадки, но вот умеренный снег ориентировочно ожидаем лишь на выходные. И вот пока мы на фоне такой теплой зимы, вальяжно спорим о том, какую погоду можно сейчас назвать морозной, в США люди не спорят, в США люди выживают. Там вот после прошедших рекордных снегопадов на всю территорию страны, включая южные субтропические штаты, опустилась рекордная волна холодного арктического воздуха. И вот температура там уже длительное время сохраняется на таких значительных уровнях ниже нормы. И вот из-за переохлаждения там уже гибнут люди. А зима в Бостоне и в Чикаго и вовсе бьет все рекорды, как по высоте сугробов, так и по температуре воздуха, по ее значениям. И вот сейчас к американцам с идеей глобального потепления климата лучше не соваться. Тем более, что... Спонсор прогноза погоды в городах нашего края строительная группа SM-City объявляет весенние цены на квартиры в жилых комплексах Образцова и Параллели. Субтитры предоставил DimaTorzok И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет оптовый склад белья, колготок и трикотажа «Радуга» на Сергея Лозо 12D. В Красноярске 24 февраля переменная облачность, ветер южный 1,3 метра в секунду. Давление 748 миллиметров ртутного столба. Ночью ожидается минус 19, днем минус 8 градусов. И мы возобновляем информационное обещание. Сейчас время, чтобы общаться с вами в прямом эфире. Сегодня обсуждаем День защитника Отечества. Как вы отметили этот праздник и вообще ваше отношение к этому празднику. Ваше мнение мы принимаем по телефону 265-45-00 и по смс номер 9020. У нас уже есть первый звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Какую тему вы хотите обсудить? Ваше мнение? Я вот сегодня со своим дедушкой, дедушке моему уже, у меня 25-го года рождения, прошел войну, 45-й, как говорится, 41-45-й год. И вот мы сегодня пошли с ним, и вот все ему и в Красном Яре у нас здесь, вот Мишинского 10А, и в магазине Благодей, и все ему, говорит, все ему, говорит, дедушка, спасибо, говорит, молодец, говорит. Я говорю, ну, я говорю, это видите, как вот, вот такие люди, вот, ну, хорошие все, молодцы, потому что уважают это вот хорошее, потому что вот... А вас не огорчает, что это происходит только один день в году? А? Вас не огорчает, что это происходит только один день в году? Разве не было бы приятно, если бы такое было каждый день? Ну, это было бы каждый день, конечно бы. Ну, вот, 23-го, 9-го мая. Спасибо вам большое, что позвонили, с праздником вас и с праздником вашего дедушку. Я напомню, ваше мнение мы принимаем на номер 265-45-00, и у нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Алло, говорите, ваше мнение по поводу 23-го февраля, как вы его отмечали? Вот, отмечал, как всякий нормальный советский человек. Вопрос в другом. Немножко с горчинкой. Вот сегодня 23-го февраля, замечательный праздник для нас, советских еще людей, это праздник День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сейчас по-другому называется, на сути не меняют. И мой вопрос с горчинкой. Вот мы в преддверии большого праздника, замечательного праздника, 73-я победы. Но, к сожалению, по нашему мнению, у нас есть еще забытые герои, в полном смысле. У нашей красноярцы два замечательных летчика. Сергей Александрович Асямов, герой Советского Союза, и эстонец, но красноярец по рождению, поселок Выселки, поселок Артизанского района. Также его друг, герой Советского Союза, Эндель Карлович Пусов. Вот нигде, нигде в Красноярске о нем практически не слышно, кроме маленьких мемориальных досок на управлении гражданской авиацией, вот в центре мира, на площади революции. Это не заслужено абсолютно. А как вы считаете, следует почтить память? Одну секундочку еще. Среди героев есть еще один герой, герой социалистического труда, летчик-фронтовик Александр Маркирьевич Маркирьев. Единственное место, очень благодарное наше поколение, я не только о себе говорю, школа 149, есть музей имени этого замечательного человека. А как, на ваш взгляд, стоит выразить почтение этим людям? Должны быть улицы. Вот сейчас, насколько я знаю, совсем недавно принята некая программа, чтобы улицы называть именами героя Советского Союза, героя социалистического труда, вполне возможно. Но вот эти три человека, очевидно, заслуживают, чтобы их именами были названы улицы. Может быть, мемориальные доски где-то были подставлены. Мы не имеем права их забыть. На Украине забыли, получили пустоту. Забывчивость предполагает пустоту. Пустота заполняется негодяями. А негодяи – это кровь. Вот я не хочу, чтобы мои внуки, мои правнуки забыли этих людей. Спасибо вам большое и за ваше мнение, и спасибо большое, что помните о подвигах наших великих сограждан. Я напомню, ваши звонки мы принимаем по-прежнему. Номер 265-45-00 и номер 90-20 для ваших смс-сообщений. И у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите громче. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, с праздником вас. Ну, спасибо, конечно, но я не считаю это праздником на сегодняшний день. А почему? Не 23 февраля, не 8 марта, потому что если раньше 23 февраля это был день советской армии, и было понятно, что это означает. То сегодня это день защитника Отечества, и у многих в головах каша. Что мы отмечаем? По сути, это мужской день, точно так же, как 8 марта. А мужчине, как и женщине, не один раз в год нужно напоминать, что ты мужчина, или женщине 8 марта, что она женщина раз в году. Об этом нужно напоминать каждый день, и везде нужно об этом писать, ставить фильмы, спектакли, и воспитывать в соответствующем духе наше поколение. И если защитник Отечества, защитник Отечества это не только защищать должен с автоматом в руках. Защитник Отечества это когда ты имеешь свою крепкую семью, когда у тебя много детей, ты работаешь хорошо, не разводишься, через каждые 5 лет не ищешь молодую жену, а тем самым защищаешь собой, своей семьей ты защищаешь статус и крепость государства. А как, по-вашему, следует вообще не отмечать этот праздник, или этот праздник для избранных, только те, кто заслужил отмечать этот праздник? Нет, но сейчас он не является, день защитника Отечества, я говорю, он не является сейчас праздником именно того, кто служил, или воевал, или защищался автоматом в руках. Я повторяю, что защищать Отечество можно разным трудом. Человек трудится на заводе, он тоже тем самым защищает свое Отечество. Он усиливает экономическую мощь государства. И вот эти дискриминационные праздники. Ну, я не считаю, это такая тема, она объемлющая и очень долгая. Спасибо, в любом случае, спасибо, что вы сказали свою позицию, она тоже имеет место быть. Спасибо большое еще раз, что позвонили нам. Мы вернемся в студию буквально через минуту короткой информации полезной. Звоните нам по телефону 265-45-00. Мы продолжим. И мы продолжаем выпуск. Ваши звонки мы принимаем по номеру 265-45-00. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Вечер добрый. Да, с праздником вас. У меня короткое мнение по поводу 23 февраля, что нужно поздравлять только тех, кто имел или имеет непосредственное отношение к вооруженным силам. А не начиная в детском саду или и так далее, и так далее. А вас можно поздравить с этим праздником? Это праздник такой чисто защитника, вот именно Отечества. А в нашей жизни такое отношение последнее время к армии. Ну, что-то в этом плане меняется положительную сторону. Все. Спасибо. Спасибо, что позвонили нам. Я напомню, ваше мнение мы принимаем по номеру 265-45-00. Также для вас работает наш СМС-сервис номер 9020 с пометкой ТВК, пробил и далее ваш текст. Сегодня мы, кстати, обсуждаем не только праздник День защитника Отечества, но и, например, продукты, которые оказались для вас в дефиците. Может быть, вы заметили отсутствие каких-то товаров в магазинах? Может быть, вы уже что-то начали заменять другими товарами? Этот вопрос мы также вам задаем и ждем ответ. И у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый, добрый вечер. А вы сегодня как-то поздравляли своих мужчин с 23 февраля или вы хотите обсудить другую тему? Нет, конечно, 23 февраля. У меня два сына, которых я очень-очень люблю. Они еще молоды, но я думаю, что они тоже подходят под защитников Отечества. Почему? 9 мая, это есть 9 мая, когда мы поздравляем бабушек, дедушек, которые участвовали в победе и освобождали. А сегодня праздник именно мужчин. И хочется пожелать нашим мужчинам, будьте достойны, любите женщин. Мы вас очень любим, уважаем и ценим. Всего вам здоровья, доброго. Мы всегда с вами, любящие мамы, тети, дочери, жены. Спасибо большое. Спасибо большое за теплые слова, за поздравления. Я думаю, всем мужчинам будет приятно, не только вашим сыновьям. И у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, говорите, вы в эфире. Я? Да, здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Какую тему хотите вы обсудить? Ой, сейчас, минуточку. Я хочу обсудить насчет лекарства. Вот такие дорогие лекарства. Все время, вот придешь в аптеку, ну так дорого, даже не знаю. Сейчас вот простуда, простая простуда, простое лекарство стоит 900 рублей. Ну это же вообще даже, я даже не знаю. Ну, уже, конечно, и это вот маленько портится настроение перед праздником, вот это вот все равно. Но все равно я хочу поздравить всех мужчин за их теплое отношение к женщинам, за их, значит, за то, что они служат отечеству, за то, что они работают, за то, что живут. И хочу поздравить моего брата, который сегодня показывали вы по телевизору. Он ветеран, он войны, ему 90 лет уже. Значит, и его тоже поздравляю с праздником. Ну вот лекарства меняете, убивают. Будет когда-нибудь порядок или нет? Все. Спасибо большое, что позвонили нам. Звонки мы продолжаем ваши принимать. А сейчас еще один небольшой блок полезной информации. Оставайтесь с нами. В эфире новости ТВК мы продолжаем выпуск. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Какую тему вы хотите обсудить? Я хотел бы сказать по поводу сегодняшнего праздника. В следующем февраля мне супруга подарила такой очень замечательный подарок. Вот. В этот прекрасный сегодня день, я скажу. Я как-то сам и служил. Я считаю, что праздник, он как бы в основном, как бы говорится, у людей, которые служили в армии. Как бы ей отдавали свой, как сказать, долг родине. Вот. И я думаю, что праздник именно для этих парней. Вот для парней. У меня есть знакомые, которые служат сейчас вот в войсках. И сейчас находятся в такой ситуации, которая находится на Украине. Вот больше всего мне это вот как бы, ну как сказать. А мрачает праздник? Сам не попал на это, но тем не менее. А вы сказали, что вам супруга подарок подарила. А что это был за подарок? Это был подарок такой прекрасный. Это был как бы поездка на квадроцикл, такой экстремальный, такой прогулка на самом деле. Спасибо, что позвонили нам. Рада, что вам понравился подарок. С праздником вас еще раз. Сейчас рубрика «Слово митрополита», после продолжим. И немного полезной информации. Горно-химическому комбинату исполняется 65 лет. 26 февраля смотрите «Новое утро» на ТВК, отвечайте на вопросы, атомные викторины и получайте призы. А на этом у нас все. Спасибо, что это время вы провели вместе с нами. Телефон нашей редакции 265-45-00. Адрес в интернете tvk6.ru. До свидания.